Добрый вечер, дорогие друзья! Привет, Сочи! Добро пожаловать на наш традиционный фестиваль юмора! Говорят, в наше непростое время, когда вокруг пандемии, город Сочи действует как лучшее лекарство. Солнце жарит так, что у вируса просто нет никаких шансов. Соленый воздух от моря обеспечивает натуральные ингаляции. Да-да, а запах шашлыка на пляже просто заставляет организм вырабатывать нужные антитела. А поднять настроение вам помогут лучшие юмористы нашей страны! Мы начинаем! Наташа, ты же знаешь, бывают такие журналы для женщин, где на страницах приклеены пробники, шампуня и кремов. Конечно, знаю. Я такие журналы постоянно читаю. Так вот, я слышал, в Сочи стали печатать журналы для отдыхающих, в которых есть пробники вина и шашлыка. Ну все правильно. Таким образом владельцы ресторанов рекламируют свои заведения. Я не удивлюсь, если вскоре в Сочи появятся духи с запахом хинкали и чурчхелы. А чего здесь удивительного? Сочи — это же Черноморское побережье Кавказа. А на Кавказе живут самые остроумные, самые веселые и самые жизнерадостные люди. О, я знаю одного такого. И сейчас он выйдет на эту сцену. Встречайте, Карен Аванесян! Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемая публика, дамы и господа, зрители и зрительницы! Я не зря обращаюсь ко всем, кто находится в этом зале, и к мужчинам, и к женщинам, потому что разговор пойдет о нас с вами. Вот я не понимаю, почему некоторые женщины утверждают, что мы, мужчины, тупые. Ну у нас вещи валяются, где попало, да? Носки разбрасываем по комнате. Так вот, дорогие женщины, хочу ответить за всех мужчин. У настоящего мужика носки, где попало, не валяются. Мы так метим свою территорию. И если ваш муж сидит рядом с вами у телевизора с кружкой пива, это означает, что вы та самая единственная женщина в мире, с которой ему действительно хорошо. И при этом все равно некоторые говорят, вот мужики тупые, да? Конечно же, мы все умные. Одна моя знакомая, представляете, тащила меня через весь рынок, чтобы показать кофточку, которая ей не понравилась. Это еще не все. Она в этот же день подралась с манекеном, у которого была точно такая же блузка, как у нее. Ну, конечно же, женщины, вы очень умные. Своё нижнее белье вы стираете с полотенцами. Своё нижнее белье мужа с носками. Конечно, конечно. И больше всего на свете вы не думаете о том, куда пойти. Для вас главный вопрос, в чем пойти. И как лучше одеться, чтобы выглядеть больше раздетой. А мы, мужики, говорим всегда, одеваться надо по погоде, а раздеваться по любви. И еще знаете, что женщины иногда любят говорить, что когда мы, мужчины, проходим мимо витрин, мы выпрямляемся, расправляем плечи, вытягиваем шеи и смотримся со стороны, как жирафы в брачный период. А сами вы замечали, как женщина встает на весы? Она втягивает живот. Наверное, там весы меньше показывают. Мы, мужики, вас, женщин, давно уже раскусили. В начале до свадьбы вы весите 50 килограмм, чтобы легко проникнуть к нам в дом. Потом к нас дома начинаете быстро набирать вес, чтобы вас труднее было вытолкнуть. А вот как, как женщины управляют машинами, как они сидят за рулем? О, это отдельная песня. Руль держит двумя пальцами. Лак сохнет. Другой рукой разговаривают по телефону и одновременно красятся. А как женщины паркуются? Это вообще, ну, народ собирается, снимают все это, выкладывают в Ютубе. На эту тему есть такой анекдот. Одна дама припарковывает свою машину, проехала вперед, врезала спереди стоящую машину, сдает назад, задела заднюю машину. Полицейский подходит такой, «Мадам, на слух паркуетесь!» А вот мужик во дворе плачет, заливается горькими слезами, целует свою машину, гладит дверцу, радиатор плачет, сосед сверху кричит, «Гиви, дорогой, скажи, ты что так плачешь? Машину продаешь!» Говорит, нет, жена права получила. А хотите, я вам скажу, чтобы не было аварий, что нужно делать? Я вам скажу, мужчинам не наливать алкоголь, женщинам не наливать бензин. И потом у меня к вам маленькая просьба, милые, дорогие женщины, ну, вас умоляю, если мы вам дарим цветы, мы это делаем от чистого сердца. А у вас почему-то появляется такой комплекс, раз раньше он цветы не приносил, а тут вдруг беспричинно приперся с букетом, значит, причина все-таки есть. И тут она спать не будет, пока не узнает правду. Она не уснет, пока вы ей не признаетесь в чем-то, неважно в чем. Главное, что она вас раскусила и вывела на чистую воду. И вот тогда она со спокойной совестью ляжет спать. И потом обижаются, обижаются, говорят, почему мы мужики им цветы не дарим? Ну, вы представляете, прийти с букетом цветов домой, это все равно, что явку с повинной сделать. Ну, с цветами мы разобрались. Теперь пошли комплименты. Ну, если мужчина делает женщине комплимент, значит, он от нее чего-то хочет. Но если это другая, чужая женщина, а своей женщине надо говорить правду. «Дорогая, ты самая лучшая в мире. И вчера я в этом опять убедился». Но правда, здесь есть еще одна опасность. Она может достойно ответить. «Согласна, дорогой, не ты один мне это говоришь». Ну, где мы еще глупим? А, рыбалка, как я забыл, рыбалка. Ну, давайте ее не трогать, потому что рыбалка это успокаивает нервы, убирает стресс. Я помню, как-то я однажды на рыбалку пришел, нашел место хорошее, прикормил, сижу с удочкой, закинул там, жду полчаса, час, нифига ничего нету. Ну, я тут же наживку поменял, опять там закинул удочку, стою, жду опять полчаса, час, ничего нет. Я поменял место дислокации, перешел туда, там тоже прикормил нормально, эту удочку опять закинул, чертовой матери, сижу, жду опять, ничего нет. Опять поменял корм, опять стою. Вот если бы я не знал бы, что рыбалка нервы успокаивает, я бы точно кому-нибудь морду набил бы. АПЛОДИСМЕНТЫ Две соседки разговаривают, одна говорит, Лукеря, скажи, а как ты думаешь, Машка-то своего жениха из армии дождется? Вторая говорит, да ну, она-то его с работы даже не дожидалась. А вот мне знакомый рассказывал интересную историю, один молодой парень пошел служить в армию, еще присягу не принял, а она уже замуж вышла, его невеста. А через год он с армии возвращается, а она уже развелась. АПЛОДИСМЕНТЫ Опять невеста. Ну, чё. А то, что была замужем, еще страшного, набиралось семейного опыта. АПЛОДИСМЕНТЫ А раньше, представляете, два года служили, а моряки три, дождаться моряка с морфлота. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на море, я на суше, забеременела как. АПЛОДИСМЕНТЫ Женщина, вы насучите уму-разуму так, что ум за разум заходит. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот сейчас расскажу историю, это в жизни было, я сам лично видел, в кинотеатре, мужчина обращается впереди сидящей женщине, говорит, мадам, я вас очень прошу, снимите, пожалуйста, вашу шляпу, я за билет заплатил пятьсот рублей и хочу хоть что-то увидеть. Она ему гениально ответила, ну и что, а я за свою шляпу заплатила пять тысяч рублей и хочу, чтобы ее все видели. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Такими, какими мы их увидели в самом начале. Одна очень мудрая женщина как-то сказала своей свекрови, не знаю, что дарить вашему сыну, но что можно подарить человеку, у которого есть я? Разве только валерьянки. АПЛОДИСМЕНТЫ Муж с женой ссорятся, ругаются, она кричит, ты знаешь кто, ты знаешь кто, ты кусок идиота. А он ей отвечает, а ты моя вторая половинка. И поцеловал. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, действительно, мы, мужчины и женщины, две половинки одного целого. Мы сильная половина, а вы прекрасная. И друг без друга нам никак. Быть вместе – это наша судьба. И я хотел бы сегодня пожелать всем тем, кто одинок, обязательно найти свою половинку. А если повезет, то целую женщину. Будьте счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ